Приветики! Всем солнца, тепла, классного настроения, классной погоды. Сегодня я хотела бы рассказать о базовом направлении Форекс, для того, чтобы уложилось немножко в голове. Это единственное направление, которое, во-первых, оно базовое, это первое направление, во-вторых, оно работает всегда, без остановок, 5 дней в неделю. Итак, чем отличается это направление, почему мы его все очень любим? Это связано как раз с тем, что начисление проходит 5 дней в неделю, и мы видим всегда, что происходит, какая у нас доходность, и самое главное, что раз в месяц эту доходность можно выводить. Кроме того, в этом направлении через 365 дней после инвестиции вы можете выводить тело депозита. Что значит это? Например, вы инвестировали 100, 200, 300 тысяч рублей, и через год в фонде появилось какое-то более подходящее или более интересное для вас направление, и тогда вы можете просто вывести свои деньги как раз тело, те самые 300, 500 тысяч, которые вы инвестировали, и инвестировать в другое направление. 365 дней ваш депозит будет работать. Каждый день, 5 дней в неделю будут начисления, и раз в месяц вы можете выводить доходность, можете не выводить. Кроме того, почему еще очень мы любим это направление? Это как раз таки формирование капитала. Что это значит? Смотрите, система автоматически реинвестирует вашу доходность. То есть, когда вы получили месячную доходность, если вы включаете автоматический реинвест, то у вас ваша вся доходность снова уходит в работу. Для кого это очень хорошо подходит? Для тех людей, которые хотят сформировать капитал, для тех людей, которые копят на что-то конкретное. Для детей, например, у меня несовершеннолетний сын, и он понимает, какая сумма ему нужна к 18-летию. И сейчас все то, что у него есть, он, естественно, сразу реинвестирует, тем самым каждый месяц у него увеличивается капитал. Что еще хотелось бы сказать про Форекс и что важно знать? Вот некоторые люди говорят, ой, много различных направлений инвестиционных и так далее. Давайте на чистоту, ребят. Если кто-нибудь пользовался любым брокером, любым абсолютно, Сбербанк, Тинькофф и так далее, у каждого из вас всегда есть отчет. Вот вы представьте просто, я Олеся Савельева, я использую Тинькофф-брокер-услуги, и я являюсь всего лишь клиентом этого брокера. Сколько таких, как я, клиентов у этого брокера? И на самом деле, как я вообще физически могу с этим брокером что-то там договориться, обсудить для того, чтобы он там мне какую-то нужную, да, скажем так, для меня информацию предоставил? Такого не бывает. Это невозможно. То есть брокер, он всегда предоставляет информацию, ему на самом деле его репутация, его лицензия, она сильно дороже, чем все мы. К чему я это веду? Да к тому, что это как раз такое железобетонное подтверждение того, что наш фонд действительно ведет финансово-хозяйственную деятельность через брокера RoboForex. И по факту вы можете посмотреть за все периоды отчет брокера, где прямо указано, да, что, где, ну, то есть на чем мы заработали, какие операции, какие, да, какие операции мы, наш робот выполнял. И это очень важно, потому что некоторые люди начинают, когда, когда только слышат, да, про направление Форекс, они говорят, а, ну, это понятно, это понятно. На самом деле непонятно, ребят, даже если вы или ваши знакомые когда-нибудь, там, зарабатывали на каких-то роботах, и вам известно, что такое Форекс, а давайте сравним в горизонте. Вообще любые инвестиции, их нельзя сравнивать. Вот мне очень часто тоже предлагают различные проекты, и знаете, что я слышу? Типа, я в прошлом месяце сделал 20%, а вы? Да, я говорю, например, вот это направление там 8%, в этом направлении 6% и так далее. Что мне говорят? А, не, у меня 20%. Я говорю, а давай мы 3 года посмотрим твоих. 3, ну или хотя бы 1. И тут начинается, ну, там были какие-то ситуации, здесь были какие-то, значит, мы тут подкручивали, что-то здесь доделывали. Так вот, когда мы говорим про инвестиции, не надо рассказывать и не надо слушать, когда вам говорят про какой-то маленький период, типа месяца. Месяц – это вообще не показатель. Показатель как раз-таки период. И здесь ещё что тоже очень важно, мало того, что отсмотреть, да, как работал этот робот или этот инструмент в периоде, даже если мы говорим про робота на Форекс, это первое, и как он работал в самые такие, как сказать, негативные периоды, да. У нас есть всегда какие-то провалы на всех рынках, то есть вы можете обратиться к нам или к своим каким-то экспертам, друзьям и знакомым, может, вы сами являетесь экспертом, и посмотреть конкретные дни. Так вот, у нас в кабинете как раз вы можете зарегистрироваться и даже не инвестируя ничего, изучить всю информацию, изучить статистику, посмотреть отчёты, и тогда вам будет понятно. И знаете, вот когда мне там тоже что-то предлагают, говорят, у меня робот, я говорю, окей, давай посмотрим, как он работает. Ой, ну это закрытая информация, вы, пожалуйста, инвестируйте, вам какая разница, это, ну, мы же не будем с вами делиться там своим бизнесом. Всё, для меня это очень показательный. Ну, в смысле? То есть я говорю о том, что, пожалуйста, есть отчёт брокера, есть вся статистика, пожалуйста, заходите, смотрите, можете сравнивать отчёт брокера и всё то, что происходило по факту на рынке через другие сторонние источники. То есть фонд полностью открыт, это всё проверяемая информация. И когда мне предлагают нечто подобное, рассказывают про какие-то разовые скачки в 20-30% в месяц, но не могут ничего подтвердить, меня вообще это не устраивает, потому что, ну, о чём мы говорим? Да, ты, пожалуйста, инвестируйте. Это вот уже начинается такая тема, когда, ну, вроде бы уже и не партнёрство совсем, когда вам предлагают какую-то вроде бы тему на партнёрских условиях, но на самом-то деле не готовы стать вашими реальными партнёрами, показывать отчётность, показывать и подтверждать, и рассказывать всё то, что на самом деле происходит. Вот, поэтому ещё раз, да, закругляясь, направление Форекс, оно очень классное. Очень классное как раз тем, что оно базово понятное, там нет никаких токенов, то есть вся доходность и инвестируемая в SVCT, как вы понимаете, это свободно конвертируемый токен, который всегда равен одному доллару. И точно так же, как из любого направления, в любое время суток вы можете выводить, свою доходность, и в любое время вы можете инвестировать. Вот, поэтому что я предлагаю? Ну, предлагаю как минимум изучить эту тему, а как максимум уже посмотреть, что будет выгодно. Ещё теперь немножко про цифры. Если вы выводите доходность, то, конечно, ваш капитал расти не будет. То есть, например, вы инвестировали там тысячу долларов, полторы, две, три, пять, и выводите каждый месяц доходность. Ваш капитал так и будет, да, пять тысяч, и всё, что вы выводите, вы просто будете тратить. Если же вы накапливаете, я всегда приравниваю это и рассматриваю в привязке, там, например, к банковским вкладам. Например, если мы рассмотрим пять тысяч долларов. Почему пять тысяч? Объясню. Потому что в направлении Форекс нет гарантированной прибыли, и это было бы очень странно и очень глупо, если бы она была. Почему? Да потому что это рынок. Рынок, он всегда, он нестабильный, в нём меняется, ну, всё всегда, да, то есть может быть просадка, может быть там повышенная активность, и тогда доходность может быть выше. Поэтому в направлении Форекс есть гарантированное распределение прибыли. Самое минимальное распределение прибыли 50 на 50. То есть, например, если вы инвестируете 100 долларов, то и фонд заработал, не знаю, 8, 10, 12 процентов, то вы гарантированно получаете половину от заработанной доходности. И чем выше сумма, инвестированная вами, чем она больше, тем больше процент распределения прибыли вы получаете. Так, слушайте, мне прям жарко, прям жарко. Вот. Что ещё хочу сказать, что важно здесь понимать. Нужно понимать, зачем вам это. Если мы говорим даже на примере 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов на сегодня, ну, это где-то 350 тысяч рублей. Я посмотрела, не поленилась, вклады, максимальные процентные ставки по вкладам. Это где-то 10, там, 10,5 край процентов. Но это на 2 года. То есть получается, что вы получите около 20 процентов к своему депозиту, при том, что вы размещаете его, например, в банке на 2 года. Если вы включите любой калькулятор сложного процента и возьмёте те же 5 тысяч долларов, там, или 350 тысяч рублей и поставите доходность, там, не знаю, 6 или даже 5, да, ну, это прям минимальное распределение прибыли. Хотя при инвестиции в 5 тысяч долларов там уже будет 70 на 30 распределение. То есть вы будете получать 70 процентов доходность и 30 процентов доходности будет оставлять себе фонд. И любой калькулятор вам подтвердит, что вы сделаете за 2 года x3. А теперь давайте просто представим и вспомним, сколько у нас было разных депозитов, сколько у нас было разных вкладов за ту жизнь насыщенную, яркую, которую мы уже прожили. И вот очень часто людям кажется, что когда-нибудь что-нибудь само рассосётся, когда-нибудь что-нибудь там случится, ребят, не случится. Вот мы теперь это точно знаем, когда мы уже стали жить той жизнью, о которой мы когда-то мечтали, когда мы уже поняли, как это всё работает на самом деле, сначала нужно сделать шаг. Вселенная не работает по хозрасчёту. Сначала нужно подтвердить своё намерение, сначала нужно настолько укрепиться в своём желании, чтобы получить результат, и только после этого он случится. Ещё я хотела вот про Форекс вот что сказать. Очень интересный такой момент. Это направление, оно не обязательно, то есть вы либо выводите, либо накапливаете. Вы можете создать несколько депозитов. К примеру, у вас есть 5 тысяч долларов, и вы думаете, ой, ну нет, я бы хотел половину, чтобы сумма там увеличивала капитал, а половину выводить. Пожалуйста, сделайте два депозита по 2,5 тысячи долларов. В одном включите кнопку реинвест, в другом не включайте. У вас будет с половины выходить доходность на доступный баланс, вы можете выводить в любое время, и вторая половина будет как раз формировать ваш капитал. Важно изучать, смотреть, как это работает, смотреть статистику и стараться задавать максимальное количество вопросов на первом этапе. Почему это важно? Потому что наш мозг так устроен, он все равно ждет каких-то подтверждений. Нам они больше не нужны. Но когда-то мы тоже хотели в этом убедиться. У нас был минимальный депозит в 100 долларов на Форексе. И когда мы стали получать каждый день уведомления, там реальные копеечки. Ну просто представьте, со 100 долларов вы получаете 5 баксов доходности в месяц, а каждый день что-то капает. Это очень маленькие суммы, но что чувствует мозг при этом? Мозг понимает, ага, доходность идет, да, сегодня опять что-то пришло, сегодня опять что-то пришло, сегодня опять что-то пришло. И после этого у него начинается пробуждаться интерес. Поэтому я всегда говорю две ключевые фразы. Первое, надо инвестировать. Второе, не важно, с какой суммы вы инвестируете. Реально не важно. Очень важно, что вы делаете после этого. Потому что вы можете инвестировать 1000 долларов, 1000 долларов, или 100 долларов, или 5, или 10 тысяч долларов, и не разбираться в этом, и не как бы соединять это со своими реально жизненными задачами. Тогда это не будет работать хорошо. А вот если вы инвестировали даже 100 долларов, блин, 100 долларов, что такое? 7 тысяч рублей. Если вы подумаете, сколько вы потратили на Новый год, не знаю, на стол, на подарки, это однозначно сильно больше, да? Вот. И это причем никак не изменило вашу жизнь. И вообще такая сумма, она на самом деле... Ну, у нас многие смеются, многие говорят сейчас про то, что те самые золотые 100 баксов, которые изменили нашу жизнь. И у нас это тоже было... Слушайте, люди купаются. Реально купаются даже с детьми. Похоже, пора раздеваться. Вот. Поэтому нужно начинать инвестировать и разбираться. Задавать вопросы. И я уверена, все те, кто действительно разберется и действительно начнет думать, выстраивать стратегии и реализовывать все свои финансовые задачи с использованием инструмента, абсолютно точно добьются результата. Потому что это неизбежно. Вот если вы инвестировали 100 долларов, нифига ни в чем не разобрались и ни в чем не хотите разбираться. И вообще это просто, ну, потому что все пошли, вы пошли, вообще не ходите сюда. Ну, не надо. Потому что очень важно, чтобы был результат. И я всегда про это говорю на первых встречах. А вот для того, чтобы был результат, нужно как минимум разрешить себе изучить. И потом, если принято положительное решение сделать первую инвестицию, и вот уже дальше, очень серьезно отнестись к тому, чтобы просмотреть и просчитать. Вот всегда задаю такой вопрос. Сколько тебе лет? 20, 30, 40, 50, неважно. Окей. Что ты делаешь в своей жизни? Ты всегда хотел жить лучше? Да, всегда хотел. Расскажи, как твоя жизнь изменилась за последние 5-10 лет? Не изменилась? Блин, что-то ты делаешь, видимо, не так. Ага. А как бы ты хотел, чтобы изменилась? И вот это самое ключевое. Нафига вообще это нужно? Потому что если мы ходим на работу только для того, чтобы заплатить за питание, заплатить за своих детей и, ну, просто там, не знаю, минимально что-то себе купить, то, ребят, мы тратим жизнь каждую секунду вот на это. У меня был когда-то руководитель Кирилл Юрьевич Пузырьков. Он делал гениальную вещь. Когда человек начинал тупить и тормозить, он говорит, сколько тебе лет? Ну, люди, например, отвечали 30. Он говорит, до скольки жить будешь? Ну, там, например, до 90. Он отсчитывал 60 лет, переводил это в секунды и включал, как бы, отчет этого времени. И вот представляете, какой напряг, когда человек сидит, что-то буксует, мямлет, а ему на стол кладут телефон, который просто откручивает его жизнь. Вот просто. Жизнь уходит. Такой начинается напряг и желание что-то быстро сделать и желание, самое главное, остановить. А мы не остановим время. И если у вас не получилось жить жизнью мечты до сегодняшнего дня, не тупите. Пишите, звоните. Звоните в WhatsApp, потому что мы за границей. Вот. И мы с удовольствием поделимся с вами возможностями, так же, как когда-то с нами поделились. Все, всем классного дня. Покажу, наверное, морюшко еще. Так. Где у нас тут морюшко? Ну, вот такое вот чудесное. Средиземное морюшко. Куча народа тут у нас купается. Ну, в общем, интересненько. Видимо, тепло. Около 20 градусов на улице. Люди загорают. Ну что, всем отличного денечка. Надеюсь, что я донесла до вас главную мысль. Продолжение следует...